После прочтения книги я предлагаю выполнить задание. Разукрасить бабочку в технике рисования коктейльными трубочками. Для этого нам понадобится в трафарет бабочки, который будет вложен у нас в рассылке, коктейльная трубочка, кисточка самая обыкновенная, акварельные краски, какие есть под рукой, и водичка. Для начала мы смачиваем кисточку водой и размазываем водичку по бабочке. Чем больше воды, тем больше будет эффект рисования коктейльными трубочками. Если воды будет недостаточно, вы сейчас сами поймете, когда будет достаточно водички, когда нет. Вот я нанесла водичку, теперь я беру краски. Краски, как бабочка у нас яркая, берем яркие краски, берем красные, распределяем. Видите, водички достаточно. Вот здесь водички недостаточно, краска у нас не разбежалась, не растеклась. Дальше берем зеленый цвет, и начинает соединяться. Желтый, тоже здесь водички достаточно. А здесь нужно будет добавить. Добавляем. Берем коктейльную трубочку и начинаем выдувать. Выдувать стараемся снизу вверх. У нас должны получиться с вами такие прожилки. У бабочки же есть разные прожилки. Опять смачиваем водичкой. Стараемся работать в этой технике немедленно, но и не сильно быстро. Так как водичка у нас имеет свойство высыхать, если ее очень мало. И начинаем смешивать. Это занятие увлекательное, можно будет и маме помочь. Дальше возьмем немножечко черного. Черненького. Поставим небольшие кательки. Видите, водичка начала действовать с краской. И начинаем выдувать. У нас она тоже высохла. Я опять смачиваю. Наношу красочку. Видите, как красиво получается. Так, желтых капелек. Чуть-чуть синенького. Сильно много синего не добавляем, иначе будет некрасиво. Можно даже попробовать круговыми движениями выдувать. Наша задача, чтобы водичка распределилась по всей бабочке. Закрывая все-все границы. Ну и стараться, конечно, не выходить за трафарет. Промываем кисточку обязательно после каждой краски. И можно помочь себе границы, если ребенок устал, кисточкой себе помочь. Легко прокрасить, соединить. Тоже распределяя краску равномерно. После того, как мы с вами закончим этот рисунок. Да, если вам не нравится, вы здесь видите, крылышко бледненькое. Добавим немножечко зелененького. Опять смачиваем водичкой. И распределяем гранички. После того, мы убираем с вами нашу работу сушиться. Она высохнет, но бумага может деформироваться. Поэтому предлагаю после того, как она высохнет, положить под толстую книгу, чтобы было ровненько и аккуратненько.